Сегодня, это у нас 2 июля 13-го года из города Грозный, Чеченской Республики. Были приемные Кадырова Рамзана, подарил ему книги, сказали, передадут обязательно. И сейчас хлещий дождь, как водопад. И мы поем песню, давайте запишем это. Начинать песню. Важность коровы. Лошадь по писанию нечиста, На копытах нету ни разреза. Можем здесь чему-то научиться, Не пустым занять зло полезным. У кого разрез, у многих жвачка, Чистых достигенья человеку. Жертву только и Господь назначил, Это тоже умным на заметку. От кого погибших было больше, больше, А кормилицы, кого напеличали. Помощь дал Господь нам разных и хороших, Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. Быв священным чисел соживотным, Тысячелетиями нигде Погонялись, маялись, как ротным. А теперь их Бог лежит у киты, Сжатые условием запрета Стали резать лживых лжебогов. Это все для Ветхого завета, С указанием на Христову кровь. От кого погибших было больше, больше, А кормилицы, кого напеличали. Но бождь дал Господь нам разных и хороших, Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник, Лошадь и осел, лошадь и бог. Все однокопытные в Косково, Для езды, не для еды, как стул. Нас полы из чистого готовят, Что важнее лошади, коровы, Для войны, седла и коней. Кормимся от вымени подковы, Скот рогатый нам в сто крат важней. От кого погибших было больше, больше, А кормилицы, кого напеличали. Помощь дал Господь нам разных и хороших, Но корова во дворе начальник. Вот мы едем, и коровы здесь, в Ингушетии, в Чечне. Мы проехали Кабардино-Балкарию, Ещё там что-то у нас было-то? Черкесскую республику. Черкесскую, коровы, овечки, Прям на дороге лежат, приходится объезжать. Ну и вот, песнопение такое у нас получилось, по корове. Вот, когда мы думали ехать, сказали, Наш путь лежит и в Чечню. Мне из разных мест поступили сообщения, Не ездите, не ездите, это опасно. Ну мы же верующие. И мы приехали, нас везде приняли с такими улыбками, с желанием, разговорились. Я нигде, может, так не был такой приподнятой настроенности, как здесь. Потому что сразу начался дождь потоком, ещё когда мы были в Грозном. Я говорю, это, наверное, благословение. А в приёмной, у главы администрации Чеченской республики, Рамзана Ахматовича Кадырова, женщина стояла и говорит, я тоже так подумала. Ну вот мы выехали, опять дождь. А ехали, ну, наверное, больше, чем на половину колесо было, вода по улицам. Прям вода настоящая, идёт, как будто бы реки прорвались такие. Едем из Чечни, живые. Если Господь благословит, то поедем ещё мы в Грузию, Армению, Азербайджан. То обратно, видимо, этим путём придётся возвращаться. А с той стороны, где там Хасаюрс не захватили, ну тогда и возьмём. Один Бог знает, как правильно делать. У нас сколько осталось ещё заехать? Примерно пять, да? Пять комплектов. Пять комплектов, значит. Сейчас на Моздок ночуем где-то там, может быть, на... Где, Николай, ночевать-то будем? На Сопик. Как Бог даст. Как Бог даст. Ну и завтра, если мы всё закончим здесь, начнём мы уже по Ставрополью. И подвигаться дальше. Пройдём Краснодарский край, ничего не делаем. И в Ростовскую область. Здесь у нас ставка. Ну и так мы думаем. А как Бог благословить, не знаем. Потому что на дороге едем, машина, колёса скользят. Только бы нам устоять-то, не перевернуться-то. Господь милостивый. Вот Николай Павлович тут у нас за рулём. Скользко, лёд прям горимый, скользит. Да. Они скользят, слава Богу за всё. Слава Богу за всё. Я считаю...